Сигнал пожарного извещателя в стационарном отделении городской детской больницы звучит негромко. Тем не менее, дети оперативно покидают палаты в сопровождении медицинских сестер. Тренировочную эвакуацию воспринимают без паники, где-то даже с юмором. Самые маленькие плачут из-за того, что не смогли принять участие в тушении пожара. У нас существует автоматическая пожарная сигнализация, которая срабатывает, если есть где-то возгорание. У нас есть добровольная дружина и у нас есть обученный медперсонал, который готов к ликвидации пожара. И самое главное, это сохранность жизни наших пациентов и их родителей. На страже здоровья, сохранности жизни маленьких пациентов и их родителей стоят все 400 человек персонала больницы. Одним из первых к импровизированному месту возгорания, палате номер 6, прибыл водитель Евгений. Мы пришли на место, нашли, что пожар случился в шестой палате. Мы гореть кровать. Мы берем огнетушители, пытаемся сами, своими силами потушить пожар. Если не получается огнетушителями, у нас есть пожарная рука, в которой мы разматываем и направляем струю воды на очах возгорания. Озвучивая порядок действий перед начальством, персонал слегка волнуется. Но видно, алгоритм на случай ЧП знаю четко. Высокую оценку при мониторинге детского учреждения здравоохранения поставили представители МЧС. Надо отметить, что система пожарной сигнализации на данном объекте находится в исправном состоянии. Система оповещения, функции они свои выполнили. Персонал знает свои обязанности. Организована была быстрая эвакуация людей и детей из данного заведения. На данном объекте персонал справился со своими обязанностями. В том числе и члены добровольной пожарной дружины знают, что необходимо, какие действия предпринимать при случае пожара. Мониторинг и тренировочную эвакуацию также провели в городской взрослой больнице. А в ближайшее время визит спасателей ждут во всех поликлиниках района. Екатерина Юрченко, Светлана Градькова, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.